Андрей, как ты понимаешь вопрос ученичества? То есть, в принципе, любая деятельность, она подразумевает, что среди тех людей, которые слушают тебя, бывают те, которые просто слушают, бывают те, которые внимательно слушают. Но я думаю, любой человек, который, можно сказать, работает с людьми, то есть он имеет людей, которые не только слушают, но исполняют, и даже не только исполняют, но даже являются подотчётными. То есть, так было у Иисуса, на этом строятся практически все движения, церкви. Каково твое видение в этом вопросе? Ученичество, да. У меня всем известно, в движении нет строгой подотчётной структуры. Понятно, что есть, и когда мы говорим, например, за Европу, я говорю, наши люди в Европе, или наши люди в Украине, в России, в Беларуси. То есть, мы подразумеваем, что есть группа слушателей, или какая-то масса слушателей. Возможно, там есть какие-то ответственные люди, то есть, это те, которые, ну, инициативные, активные, они заботятся о людях, ну, подразумевается, что это какой-то пастырский дар там проявляется у них. Но они не назначенцы. У меня нету никаких, там, говорят, вот, как там, мои пастора, у меня нет никаких моих пасторей. То есть, это сознательно или потому, что их нету, потому что их нету? Нет, это сознательно, я их не создаю. У меня даже есть случай, когда человек говорит, я хочу быть пастором в твоём движении. Я говорю, ну, и пастыри. То есть, нарезать тебе людей, назначать тебя, и объявлять тебе вот это пастор. Ну, есть, конечно, пастора, которые пасторами были и до моего движения. То есть, это дружеские отношения. Никто не шлёт мне никаких, там, части десятин, пожертвований. Нет таких вообще. То есть, ну, мы знаем, что структура подразумевает, прежде всего, сети, проводящие деньги. У меня такого нет. У меня такой системы нету. Никакое собрание не имеет подотчётного пересылания денег. Есть группы, собрания, которые могут там иногда что-то пересылать, и по своему усмотрению я даже не спрашиваю. Они не должны это делать, они это хотят. И поэтому про ученичество, вот как стоял вопрос, вот у меня резонуло слово подотчётные исполнители. У меня принцип такой, пойдут ли двое, не сговорившись. То есть, мы договариваемся, даже если у меня есть подотчётный исполнитель, например, в медиакоманде есть такие люди, то он согласился быть подотчётным. Согласился. Если он не захочет быть подотчётным, он не будет. Так, как у Иисуса там. Ну, ты говоришь, у него были такие ученики. Можно ли их назвать подотчётными? Подотчётные, ну да, они ему отчитывались о том, что они делают, но они хотели идти за ним. Они в начале своего пути даже, ну, настаивали, что там пошли, где ты живёшь, там, помните, первые ученики, да. И отчитывались, потому что они хотели быть в этом. То есть, если бы они вдруг сказали, не, мы уже не хотим, то есть, ну, иди, пожалуйста. И, конечно же, первая позиция, когда человек хочет научиться чему-то, ну, логично, что его учеником называется. То есть, ученик – это тот, кто учится. И он может быть как учитель его. А что с ним происходит, когда он становится как учитель? Вот он уже, да, вырос, знает всё, что ты, умеет всё, что ты. То есть, ты уже, ну, как бы, являешься иногда даже ограничителем для него. Если он хочет дальше двигаться, ему надо кто-то, либо уже самостоятельно что-то, либо ему надо кто-то, кто будет его двигать дальше. В этот момент ученичество заканчивается. И вот есть вариант. Появляется соратничество, сотрудничество. То есть, вы на равных делаете, как там Павел с Варнавой. То есть, два таких кита движутся. Начинается партнерство своего рода. То есть, ученичество заканчивается, и подотчетность, она является такой дружеской, когда мы делимся, рассказываем друг другу. Если вдруг ты не захотел мне что-то говорить, или там, ну, пожалуйста, ты можешь этого не делать. Я хочу отметить один важный момент. Меня иногда мной пытались манипулировать, и говорили, ты не можешь там выгнать меня. Знаешь, что ты тут командуешь? Ну, тоже приходили такие деятели, которые говорили, что ты командуешь? Церковь — это чуть ли не там всеобщее достояние. Я говорю, послушайте, я не покушаюсь на то, чтобы быть там в церкви главным или не главным. Я знаю, что в своем служении, за которое я отвечаю, главный я. Конечно, ты можешь не делать то, что я говорю, но ведь и я не могу быть тобою заставлен делать то, что ты говоришь. То есть, если какой-то человек, который считает себя в моем движении, то есть, он мне приходит и говорит, это не твое движение, это Божье, и поэтому мы здесь все одинаковые. Я говорю, мне просто смешно. Я говорю, вот ты сделай движение, Бог пусть тебя использует, сделай движение, а я потом приду туда и скажу, что ты здесь никто, такой же, как и я. Просто тебе надо себя поставить на мое место. Поэтому Бог, конечно же, основатель этого движения. И вот этот самый Бог, которым ты говоришь, поставил меня сюда отвечать за это. И, конечно, я буду отвечать. Поэтому я не обязан с тобой иметь дело. Я могу сказать любому человеку, я не обязан с тобой. То, что я с тобой имею дело, это потому, что я хочу. Но радость заключается в том, что и ты не обязан. Ты можешь иметь со мной дело, а можешь не иметь. Но если ты даже говоришь, что мы в одинаковом положении, как минимум одинаковость, она и заключается в том, что я тоже могу не иметь с тобой дела. И сказать, мое движение, я в своем движении, с тобой иметь дело не хочу. И никто мне ничего не сделает. Поэтому для меня это прежде всего, вот этот принцип, пойдут ли двое не сговорившись. Мы должны договориться на старте, кто мы друг к другу. Вот. И если вдруг кого-то из нас двоих не устраивает позиция эта, просто мы не начинаем это. Я себе всегда найду там учеников, которых подниму, и там, может, они свое самостоятельное что-то будут делать. А учеников я люблю. Я люблю очень сильно вкладываться в людей и видеть большой плод. Поэтому, ну, ученичество, но это не, для меня это не такая сеть наставничества, какая-то тут, знаете, школы какие-то. А для меня это вот как ты мастер. Мастер. Взял с собой своих людей, что-то вложил в них, увидел, как они начали двигаться. И для меня это награда.